всем привет девчонки ну наконец-то я добралась до тестирования линейки glam team я уже подготовила лицо нанесла уходовые средства но сделала это часа два назад поэтому немножко выступила уже жирность на лице поэтому я беру наши матирующие салфетки из линейки ultra clean green и немножко промокну ими лицо для того чтобы макияж лег ровнее ну и излишки уберу на самом деле их не очень много посмотрите салфетка практически чистая я пользуюсь линейкой оси у показывала косметичку свою и можете посмотреть чем я постоянно пользуюсь ну и что же мы будем сегодня тестировать первое мы протестируем тональный крем в оттенке 6174 а потом мы протестируем палету вот эту дальше я приготовила тень я им одими один раз уже накрасилась у меня в оттенке 57 40 и также у меня есть средства для губ во-первых помада новая 40 623 из этой линейки это уже вторая помада в которой я которую я купила и опять неудачно с оттенком ну посмотрим сегодня я полноценно ей накрашусь будем краситься вот этой тушью еще у меня есть помада 40 751 это marvel shine новенькая помада и блеск для губ в оттенке 40 597 вот такой ярко-розовый на губах постараюсь показать все для того чтобы два раз уж одно видео снимаю придется немножко вытереть губы потом снова накрасить но я думаю зато мы сразу посмотрим все что все что у меня есть ну и теперь достаю тональный крем я уже сказала это самый светлый оттенок 61 74 и по моему он у нас называется светло-розовый на самом деле розовый пигмент визуально я не вижу для меня это слоновая кость а слоновая кость которая у нас представлена в каталоге это самый темный оттенок из трех и я уже посмотрела обзоры к тому моменту как я выбирала тональный мне все посоветовали взять средний оттенок но я как бывает да у меня вот какая-то я чудесница заказываю хочу уж 75 заказывать а выбираю 74 и для меня было полнейшим удивлением когда я получила не тот оттенок который хотела который мне посоветовали ну это неважно ну и давайте тестировать начнем с тонального крема я специально не буду сейчас наносить никаких корректирующих средств для того чтобы мы с вами проверили как этот оттенок ложится что он перекрывает что не перекрывает ну и я предлагаю начать с того рассмотреть что у меня на лице во первых есть неровности до в цвете кожи есть пигментация есть прыжки у меня здесь были на они уже сошли у них вниз они пропали но следы от них остались вот здесь есть не знаю что у меня такое уже на протяжении недели не проходящая какое-то пятно и вот здесь действующие прыщик будем так говорить расширенные пора у меня есть и немножко вот здесь купероз то есть все проблемы какие можно иметь на лице они все у меня присутствуют и мы сейчас будем смотреть как справится этот тональный крем ну кто смотрел мой эфир в инстаграм те уже наверное знают как он справляется и что я хочу сказать по поводу этого тонального крема он вообще сразу так давайте фон немножко поправлю то он не мешает давайте я буду наносить и мы с вами будем смотреть вот он так выглядит на кисточке давайте я сейчас нанесу на руку покажу розовый оттенок вроде как у него проявляется когда наносишь уже на кожу ну и буду наносить сейчас на лицо крашусь вот в такое зеркало какое бы я зеркало не покупала на замену поэтому они у меня куда-то пропадают ломаются не бьются сами упаковки ломаются и я возвращаюсь к своему любимому от очень очень старой давнишней пудры я очень люблю отламывать от пудры зеркало и краситься в него она очень компактная поэтому так ну вот смотрите здесь начинает даже не знаю видно вам или нет мне визуально сейчас виден розовый подтон хотя его не было видно в самом флаконе и на лице мне кажется тоже не очень видно поры как были видны и так и видны очень полупрозрачная дает покрытие и я вам честно скажу я этим тональным уже пользовалась и мне хочется конечно какую-то базу под него наносить потому что не перекрывает мои все вот эти проблемы то есть больше больше степени этот тональный крем для хорошей кожи у кого нет никаких проблем на лице нужно просто выровнять тон нужно получить легкое покрытие вот этот тональный крем прекрасно справится прекрасно подойдет ну вот теперь давайте сравним я нанесла полностью на лоб и на одну часть лица до тон выровнялся но слегка эта часть у меня гораздо более проблематичная сейчас мы и на нее нанесем по аромату тональный крем совершенно ничем не пахнет вот от слова совсем может какой то есть такой едва-едва уловимый аромат мне конечно для меня это большой плюс что тональный ничем не пахнет такой же из линейки секрет с сывороткой имеет настолько выраженный аромат который еще и не уходит у меня он прям встает в горле в носоглотке я не могу им пользоваться каким бы он там шикарным не был заявлен но эти два тональных крема они разные разные вообще в принципе и этот новый мне нравится конечно больше но обратите внимание дает такой влажноватый финиш и он совершенно не закрепляется то есть сколько бы я не ждала он не превращается ни во что на ощупь там бархатистая или какое-то сухое нет остается вот это ощущение влажности на лице и никуда не уходит и если его не закрепить пудр это тональный то возможно через какое-то время он у вас весь будет перенесен на телефон или там какими-то движениями руки вы просто все с лица смоете потому что он ну на мой взгляд нам на моем лице на моей коже он не фиксируется самостоятельно вот это для меня тоже минус но я вижу девчонки у которых очень хорошая кожа они пользуются этим тональным и у них уже он подходит к концу то есть успешно пользуются нравится и собираются покупать еще я конечно предпочитаю более плотные текстуры потому что у меня есть свои потребности у лица но для сухой кожи и для лица идеального которому нужно просто добавить оттенка или выровнять немножко тон этот тональный подойдет идеально я пользуюсь сейчас другим но потом когда дойдет до него очередь я тоже конечно его допользую если не совпадет это с теплым временем года потому что я думаю что моя т-зона будет против этого тонального и будет очень сильно блестеть лицо но и сейчас имеет такой влажноватый оттенок как с тональным закончили теперь я бы хотела воспользоваться пудрой из палетки и должна сказать что эта пудра оказалась темновато с чем я сравниваю у меня есть пудра софт фокус посмотрите какая разница у этой пудры очень такой темный оттенок у софт фокус ну просто я не знаю какая огромная разница я сейчас нанесу тон из палетки и на соседний пальчик наберу пудру софт фокус пудра софт фокус еще и потверже посмотрите вот вот это вот на среднем пальце софт фокус вот это вот софт фокус а вот это из пудра из палетки мы сейчас на одну сторону лица нанесем одну пудру на другую сторону другую единственный вопрос да у меня вот такая кисть для пудры faberlic и как же я вот из этого уголочка сейчас буду эту пудру доставать это конечно вопрос так чтобы не залезть в хайлайтер не залезть в скульптор которые по соседству хайлайтер скульптор надо сейчас каким-то образом в нее залезть так ну и почему же началась более темного оттенка ну ладно придется стряхнуть кисть и давайте я нанесу на половинку пудру на половинку правую лица граница хорошо видно пудра темнее тонального так пытаюсь еще набрать отсюда теперь я встряхиваю кисточку для того чтобы использовать софт фокус пудру она конечно гораздо тверже и светлее и у нее есть светоотражающие частицы да вот я кстати про тональный крем я нанесла его еще и на веки вы видели да я это подсмотрела в видео которые сейчас выкладывают в instagram faberlic делают такие очень качественные презентационные мини ролики рекламные они мне очень нравятся и я подглядела да что они этим тональным кремом спокойно наносят его на века и на верхние на нижние и собственно используют как корректор вообще тональные ну как бы не предназначены изначально но если наш предназначен если наносит значит наносит так ну смотрим разницу разница в набирании продукты конечно большая тяжеловато отсюда доставать пудру скорее всего нужен видимо спонж чтобы хорошенечко попасть в эту пудру вот в эту вот часть будет сложновато вообще кистью попадает так следующие румяна я беру кисточку для румян тоже faberlic и из палетки возьму румяна немножко их наберу они хорошо очень набираются хорошо пигментированные и даже немножечко пылят ну потому что они не запеченные я видите очень долго пользовалась запеченными их попробуй набери а эти с одного раза раз и ой еще и надо кисточку немножко обтряхнуть потому что я прям сразу морфута из мультфильма становлюсь так ну немножко я сейчас подрумянись я ученки всегда подправляю пальцами потому что ну какие-то излишки более неволе получаются на щеках я это все вот так пальчиками ножка корректирую наносить надо румяна на яблочки да у кого они не сильно выражены как у меня я немножко улыбаюсь и вот таким образом наношу румяшки так чтобы не сильно ярко мне кажется нет вот здесь что-то камеру смотрю совсем по-другому не так как я себя вижу в зеркало хайлайтер давайте возьмем хайлайтер у меня для хайлайтера тоже отдельная кисточка и хайлайтер у нас в центре я вот уже сейчас неудачно бросила на него тени и ножка его сколола уже тоже по опыту да этот хайлайтер очень яркий очень просто перламутровый и я буду аккуратно аккуратно я щас хорошенько стряхнула кисть едва-едва дотронулась до хайлайтера в палетке кисточкой и очень ярко посмотрите для дневного макияжа мне это ярковато вот такой блеск но для вечернего будет конечно шикарно немножко по спинке носа проведу и уж тоже я насмотрелась этих видео как девчонкам вот так красиво делает над верхней губой немножко сияние ну сделаем с вами это сияние так все больше я никуда наносить хайлайтер не буду если я нанесу еще вот сюда здесь у меня расширенные поры это все только подчеркнет будет очень некрасиво скульптор и бронзер я не буду пробовать я вам просто покажу бронзер я кстати использовала вместо теней и очень кстати вот так с хайлайтером я их скомбинировала хайлайтер я наносила на внутренний уголок глаза наносила бронзер как затемняла наружный угол глаза и получился очень симпатичный макияж такой нюдовый и единственное что текстуры разные это слишком перламутровый это прямо практически матовый бронзер но когда я вместо вот этого оттенка нанесла скульптор вот этот коричневый то там получилось вообще большая разница потому что скульптор абсолютно матовый и мне пришлось немножко вот так вот сверху хайлайтера подрастушевать вот так чтобы получилось ну хотя бы что-то средненькое потому что иначе получалось ну прям велика разница была сияющих углов глаза и абсолютно матовых наружных углов глаза так теперь поехали дальше я не стала тратить ваше время на лицезрение того как я оформляю брови брови у меня оформлены карандашиком вот таким это 55 27 за 99 рублей которые у нас у меня уже вот такой малюсенький но и гель для бровей у меня арт-визаж ну все стандартные его пока ни на что меня не меняем он прозрачного цвета продается и немножко забирает пигмент карандаша становясь вот таким бежевым так ну и что сейчас я сделаю я во-первых возьму кисточку для корректора возьму корректор катрис камуфляж у меня оттенок средний 20 и закрашу вот эту вот штуку потому что мы видим что тональный не справился тональный сюда никак нам не помог и вот эта часть где у меня купероз здесь тональный тоже не очень помог здесь остались штуки ну и вот здесь тоже у меня повышенная пигментация и тоже этим корректором я буквально вот так немножко припечатаю пальчиком прям поверх уже пудры потому что когда я наношу пудру я волей-неволей все равно корректор смахиваю поэтому он у меня идет на пудру я вам сейчас покажу как он выглядит 20 оттенок ну кто меня давно смотрит у меня он уже полтора года вот в этом вот в таком состоянии вечный в общем я не знаю когда он закончится то что я очень мало им пользуюсь то есть расход очень небольшой и забыла я совершенно убрать вот здесь синячки посмотрите как он хорошо маскирует венки вот эти близ близко лежащие к поверхности кожи и закрывается нему потому что есть желтый пигмент у меня есть корректор от фаберлик от пигментных пятен он у нас называется 6181 но он действительно пигментные пятна есть а он от синяков под глазами от пигментных пятна 5 лиловый корректор простите пожалуйста а бежевенький он от кругов под глазами но круги под глазами у нас немножко другого пигмента не такие синие голубые как у меня вот здесь вены и посмотрите как все это пропадает на ваших глазах ну вот мои мои мешки под глазами не убрать ничем они у меня с рождения и прошла кучу различных обследований все нормально но это вот видимо просто такое строение у меня века я сейчас беру каял и сделаю им подводочку у меня 52 46 это оливковый оттенок и он идеально просто подходит под цвет моих глаз и в принципе мне нравится в нем есть небольшой золотой шиммер который на глазах не виден но дает такой теплый и очень красивый оттенок этому каялу так ну я за кадром тоже чтобы сэкономить время нанесла каял и даже сделала вот такие стрелки которые на самом деле потом совершенно не будут видны теми 57 40 них оттенок до 57 40 здесь 6 цветов палетки и наверное это первая палетка в жизни в которой много цветов и каждый цвет меня устраивает обычно даже из четырех оттенков мне какой-то не нравится к и я его либо не использую либо использую очень редко а здесь мне понравились все шесть и изначально я на эту палетку глаз положила решила что мне нужно наверное купить потом подумала нет не нужно тенями не пользуюсь потом вдруг достала тени начала пользоваться и все-таки заказала эту палетку ну и пока не пожалела один раз я накрасила уже этой палеткой глаза и использовала 12 нет вот этот оттенок 4 оттенка я использовала на подводку самый темный на уголочек глаза вот этот оттенок зеленый но он вы сейчас увидите какого оттенка я думала он будет немножко потемнее что ли и вот эти два бежевых мне очень понравились а вот этот прям такой пудровый я попыталась его нанести пока не знаю как его использовать макияже здесь написано джангл вайпс то есть это по мотивам джунглей такие да оттеночки мне в общем мне все мне пока здесь нравится беру кисть для светлых теней у меня несколько кистей для теней и для каждого оттенка практически есть кисть то есть для светлых для средних и для темных оттенков теперь я буду наносить сначала с этот светлый оттенок под бровь есть у него золотистый такой и шиммер в составе очень хорошо набираются знаете в том плане что нет ни излишков и нет недостатка перенанесу эти тени светлые самые в уголочек глаза то есть вам сейчас поближе давайте камере прокрашиваю хорошенечко высветляю уголки теперь этой же кистью светлые потому что буду набирать второй светлый оттенок через один который тоже с перламутром давайте сводчики я чуть чуть попозже сделаю он посмотрите прям такой золото золото мне кажется если его пальцами наносить давайте попробуем сюда пальцами то он более металлизированный наверное получится как хайлайтер да пальцами получается немножко более ярко металлизировано теперь я возьму кисточку для средних оттенков и на уголок глаза нанесу зеленый и так вот этот был в уголок глаза вот этот в центр подвижного века а этот сейчас пойдет на уголочек потом еще конечно это все буду растушевывать это сейчас черновичок такой главное мне сейчас симметрично у меня самая большая проблема накрасить глаза симметрично уж я не знаю почему но я когда крашу глаза тенями я потом еще минут десять пристреливаюсь так своему изображению в зеркале смотрю ровно у меня или неровно вообще люблю зеленые оттенки в тенях ну потому что глаза зеленые и мне прям не нравятся зеленые оттенки теперь я возьму кисть для подводки и хочу подводку сделать вот этим оттенком то есть несмотря на то что тут у меня есть каял я сейчас немножко добавлю каялу вот такого оттенка он получается тоже с золотым отливом какой-то коричневатый очень красивый и честно мне прям жалко что стирается рисунок на тенях очень красиво я сейчас вот здесь немножко этим оттенком подтушую каял и придам ему немножко другой оттенок получается такой сероватый что ли оттенок и выделю больше уголок глаза стрелочки уже видите потерлись я и стрелочки сейчас немножко подправлю этой кисточкой вот у кого рука набита на макияж те наверное не мучаются я всегда когда пользуюсь тенями я прям мучаюсь и есть что потереть всегда где-то я что-то промазываю в общем это да вот я сейчас на работу с утра не собираюсь в быстром темпе и могу позволить себе вот так вырисовывать вот это все что я сейчас перед вами вырисовываю так ну и я сейчас беру кисть для растушевки тоже у нас есть фабера кисть для растушевки наберу наверное самый светлый оттенок самый первый и буду вот это все потихоньку соединять вот так растушую все теперь чуть-чуть опять набираю не растушевываю а теперь будем смотреть ровно получилось или не ровно мне кажется ровный я уже превращаюсь человека теперь берем тушь я один глаз сейчас накрашу ты тушью вместе с вами а второй тоже уйду за кадр чтобы не терять время про тушь ничем тушь не пахнет кисточка фибровая достаточно видите часто у нее расположены борщинки и не очень много набирается ее на саму кисточку на кончик да может много набраться на самой кисточке нет поэтому если вы хотите с первого раза сделать какой-то объем вам придется с этого кончика нанести тушь на сами ресницы и уже размазывать для того чтобы был объем я этой тушью объем не могу вообще никак получить то есть и ну как сказать ресницы красивые ресницы нормальный но вот вылезли минусы до первый минус это то что если вас длинные ресницы ну допустим вот как у меня да то даже кстати не очень длинные если то кончики загибаются вот мы сейчас если хорошенько прорисуем кончики я уже не делаю так с этой тушью они загнутся причем не в ту сторону в которую нужно мне бы хотелось чтобы они загибались от лица они получаются к лицу вот так загибаются и это очень некрасиво ну и плюс ко всему с моих ресниц эта тушь начинает опадать ближе к вечеру реснички на ощупь такие пересушенные ну и это делает тушь для меня ну я вот честно второй раз не хотела бы ее покупать я буду скорее покупать другую в бордовом футляре но это у меня сейчас есть и достаточно прилично красит она поэтому я ее докрашиваю никому не даю не отдаю не отдаю не дарю докрашиваю ей сама вот сколько она сейчас прокрасит столько и прокрасит месяц уже точно я ей крашусь сегодня у нас какое число 28 января а я начала и краситься ну вот так же примерно в декабре то есть тушь у меня используется в течение месяца и вот за месяц у нее выявились небольшие недостатки те у кого ресницы покороче я уже знаю их мнения мне сказали что у них она не осыпается ну это очень хорошо под и поэтому имейте ввиду у кого тушь немножко другая то моя ресницы немножко другие то и тушь возможно у вас будет вести себя немножко по другому но вот стопроцентно гарантировать я ее не могу из-за вот этих обнаруженных минусов а так в целом вы сейчас можете сказать что ресницы накрашены красиво я соглашусь в принципе да ну и по возрастанию плотности сейчас будем тестировать средства для губ начнем с блеска 40 597 оттенок ярко-розовым он смотрится в тюбике а на самом деле его едва-едва видно на губах у меня сейчас бальзам для губ нанесен давайте его промокну этой же салфеткой матирующей и буду наносить и вы сейчас убедитесь что не надо бояться ярких оттенков их незаметно на губах этих оттенков то чего я не хотела почувствовать в этом бальзаме в этом блеске я почувствовала то есть в нем крупинки блестящие есть более крупные есть более мелкие и они ощущаются это не критично это неплохо не сильно заметно но по мне так лучше бы их не было очень красиво он блестит на солнце просто невероятно красиво я им красила и ехала в машине когда было солнечно на улице я смотрела на себя в зеркало заднего вида и ну прям балдела очень красиво блестит при искусственном освещении то же самое липкости нет абсолютно никакой что такое для меня липкость это когда губы размыкаешь а веревками блеск тянется здесь совершенно такого нет он больше знаете немножко похож на жирную текстуру но он совершенно не жирный так что берите десна у меня вот смотрите какая ситуация с этим блеском я его что происходит у меня даже один раз вырвала ограничитель я достала вот так кисточку ограничитель остался на кисточке и ну я просто обратно его вот так закрутила и все нормально но его много я думаю из-за этого ту глэм называется и теперь я беру помадку marvel shine 40 751 и она тоже такого бледно-розового оттенка прям очень бледно-розового и ложится на губы такой полупрозрачной помадкой очень хорошие уходовые свойства у этой помады она прям ну приятно она работает мне кажется как цветной бальзам для губ у нас есть в каталоге оттеночные бальзамы для губ которые ну кроме как белесого оттенка на губах ничего не дают а вот это было бы хорошая альтернатива и правильно было бы ее наверное назвать именно оттеночными бальзамами для губ потому что уходовые свойства прекрасные стойкость у нее соответственно ближе к нестойкой текстуре ну потому что она видите какая жирноватая что ли даже и бальзамическая такая у нее текстура не густая но один минус вот как только ты наносишь эту помаду и на на сразу же на нижней губе скатывается в полосочку в белую и особенно если наносишь прямо густ если пытаешься усилить цвет усилить оттенок то она прям скатывается вот здесь вот в белую полосочку помада мне нравится мне нравится я люблю вот такие полупрозрачные оттенки потому что поэтому ну прям для меня ее сделали и угадали ну и последнее это помада глэмтим hydrolips hydrolips вообще до читается 40 623 уже двадцатый оттенок покупала он у меня лежал такой замазочкой на губах я решила поэкспериментировать взяла другой оттенок ярко таким розовым у нас сейчас выглядит на экране у меня он немножко потемнее ну и тот же самый полу матовый эффект на один слой прямо такой нют нют теперь я попытаюсь поярче нанести форма стика очень удобная для того чтобы наносить без карандаша контур хорошо очень прорисовался может быть кому-то все этого будет недостаточно но мне этого достаточно в общем вот так выглядит эта помада на руке она будет выглядеть я думаю иначе я вам ее показывала и вот на руке она выглядит ну что ж у меня сегодня камера передает все намного светлее у меня здесь прям такой ягодный оттенок я сейчас вижу вот на фоне темного видите вот так подальше отношу и видны те оттенки которые я вижу сейчас свое зеркало а так поближе подношу и получается что он такой как будто ближе к светло-розовому оттенок ну наверное для видео для большей яркости этот оттенок подойдет а в жизни не знаю буду ли я его носить попробую постараюсь не следите за мной в инстаграм и увидите ну а вообще я получала очень красивое сочетание когда сверху наносила еще вот этот блеск и все все преображалась все становилось немножко веселее немножко ярче в общем в таком сочетании тоже очень даже ничего так ну а я сейчас пойду делать укладку на щипцы тоже был запрос у меня на такое видео снять укладку как который я делаю локоны специальная не укладывала ничем волосы просто помыла и сейчас пойду делать для вас укладочку вот так протестировали пишите свое мнение в комментариях большое спасибо за просмотр ну а те кто еще не покупает косметику со скидкой вы как новички целую тысячу рублей можете получить на свой первый заказ и купить все что я сейчас показала за полцены как это сделать пишите мне в соц сетях все ссылки под этим видео instagram в к пишите и я вам обязательно отвечу и купим с вами все за полцены но с вами была марина соловьева увидимся в моих новых видео всем пока